Добрый день! Предлагаю снова посмотреть, что у нас происходит на небе. На небе мы видим солнце, которое идет по знаку Скорпион и достаточно хорошая сегодня позиция в целом. Сегодня у нас растущая луна. На растущей луне и расти она будет в ближайшую неделю точно. Очень рекомендую начало новых дел, новых проектов, какие-то новые начинания. Сегодня луна переходит в знак Козерог, поэтому начнем с Козерога. У Козерогов достаточно сейчас такой период неспокойный, пока Марс находится в вашем знаке, у вас достаточно повышенная нагрузка. Тем не менее, сегодня луна окрасит вашу реальность достаточно симпатичные тона. Вот буквально совсем скоро, примерно где-то в середине недели Марс выйдет из вашего знака и у вас будет значительно все спокойнее. Что касается Водолея, немножко напряженная ситуация у Водолеев и улучшаться она пока не планируется. Напряжение спадет где-то вот через недельку. Нельзя сказать, что у вас плохо, у вас просто больше, чем обычно напряжение. Рыбы. Пока солнце идет по Скорпиону, ничего плохого рыбам просто на ближайшие две недели сказать не могу. Все у вас будет прекрасно и замечательно. Особо благоприятные дни у вас будут примерно среда-четверг. Овен. Сегодня, завтра, послезавтра Овнам рекомендую осторожность, внимательность, аккуратность. Проходите мимо всякого рода конфликтных ситуаций. Напряжение может быть, но все зависит от того, как вы к этому будете относиться. Не, как бы это сказать. Конфликтные ситуации вокруг будут, но ваше дело вовлекаться в эти конфликты или не вовлекаться. Тельцам Луна в Козероге обещает очень благоприятные ближайшие два дня. Пока солнце к вам оппозиция, у вас сейчас такой достаточно сложный период, но именно сегодня, завтра и часть послезавтра, воскресенье, будет у вас на самом высшем уровне. Близнецы. Солнце Скорпионе для близнецов работает как-то, вот знаете, близнецы сейчас будут такие загадочные. Сами себя не смогут разгадать. Но это достаточно нормальный гармоничный период, период, когда вы можете себе намечать какие-то интересные романтические сюжеты. Если говорить о работе, о бизнесе, то лучше серьезные дела отложить недельки на полторы. Вот-вот-вот-вот, Марс входит в водолей, и у вас будет период мощного, активного движения вперед. Рак. Сегодня и завтра у раков будет достаточно напряженная ситуация. Как-то попробуйте сглаживать острые углы. Где-то примерно числа после 6-7. Из-за позиции к ракам уходит Марс, и вы будете себя чувствовать значительно увереннее, поэтому пока немножко терпения. Знак Лев. Напряженная ситуация у львов может быть где-то понедельник-вторник и немножко среды. Вот. Поэтому попробуйте вот немножко больше терпения. Я обычно говорю всегда о негативных сторонах. Когда позитивные стороны есть, они и так хорошо. Лучше предупредить, когда будет плохо, чем когда хорошо. Вот. Все остальные дни у вас будут прекрасны. Но понедельник и вторник будьте аккуратны. Знак Дева. Луна в Козероге несет Девам только позитивные эмоции. Так что сегодня и завтра можете себе наметить романтические ужины, встречи, все что угодно. У вас получится. Очень рекомендуется сделать какой-то праздник с продуктами питания, там, шашлыки, все что угодно. То есть все связанное. Мало того, я бы еще сказал бы Девам, что особенно благоприятно будет Девам-мужчинам. Поэтому если у вас есть какие-то, хотите кому-то сделать какое-то предложение или признаться в любви, вот используйте сегодня, завтра, послезавтра. Лесы. Лесам было немножко сложно, пока Марс шел по Козерогу. Так вот, ближайшие два дня вам будет еще сложнее. Но это, скажем так, финальная сложность. Потом Марс и Луна тоже покидают знак Козерог. И где-то со среды можете, не то что закончится плохо, а будет очень хорошо. Марс переходит в Водолей, и у вас начнется время активных действий. Примерно со среды. До этого попробуйте быть в таком лайтовом режиме. Далее. Скорпион. Вам бы сейчас успеть сделать все важные дела, потому что где-то со вторника со среды вам придется быть более осторожными, и многие вещи будут получаться не так легко, как вам того бы хотелось. Стрелец. Ничего ни хорошего, ни плохого сказать стрелецам не могу. Пока у вас там Сатурн с Венерой, делайте что угодно. Почти все у вас будет получаться. Единственное, рекомендовал бы, немножко больше добавьте в жизнь какой-то духовности, в меру своего понимания этого слова. Сходите в церковь, в мечеть, помедитируйте, еще что-то подобное. И если сказать в целом, вот-вот, планета Марс меняет знак, переходит из козерога в водолей. Это даст на ближайшие полтора месяца очень благоприятные фартовые периоды водолею, лесам и близнецам. И рекомендую немножко осторожности на ближайшие полтора месяца. Это львам, тельцам и скорпионам. Вот примерно такая картина. Редактор субтитров А.Семкин